Друзья, всем привет еще раз сегодня. Вот буквально рассказал вам про линейку Бонафорте, которую вчера купил и готов ее использовать, экспериментировать. Но самое главное, я забыл вам рассказать и похвастаться, что еще я купил. Буквально, прямо вот случайно зашел в отдел, в магазин Ашан, в цветочный, мимо у цененок. Вообще, все не так было, друзья. Иду мимо отдела, где продаются в Ашане цветочки, горшочки. И стоит девушка, выбирает горшок, а в руке держит такую уцененную камбрию. Уцененную камбрию, а цвет, что я так еще посмотрел, думаю, о, какая классненькая камбрия, нужно зайти посмотреть, что там в уцененном отделе. И пошел, просто так мимо прохожу и гляжу, стоит малявочка. Камбрия, вот не поверите за сколько, за 79 рублей. Камбрия за 79 рублей. Ну, я ее взял, поставил себе в корзинку, слышу сзади, девушка возмущается, говорит, как это у вас камбрия 79 рублей, а у меня 199 рублей. Ну, я посмотрел, они особо-то не отличаются, говорю, да у вас просто буйба побольше и подороже. В изначальном стоимости была камбрия за 800, а у меня тут всего за 400, поэтому и цена почти в два с половиной раза меньше. А она смотрит на меня, говорит, это вы снимаете видео? Говорю, да, я вас смотрю. Вот так вот бывает, друзья. Но, хочу похвастаться вам этой камбрии. Она как раз, вот прям как раз, обладает всеми напастями, которые могут быть. И болячки, и вредители. Многие, наверное, долго ждали, Георгий, когда же будут вот эти вот гады, с которыми вы будете прям вот бороться в видео и показывать нам. И вот как раз у этой камбрии есть всё, о чём вы хотели увидеть, но не испытать у себя дома. Давайте я вам сейчас покажу её, мы вместе её раскроем. Что там у неё? Вот такая она небольшая, маленькая. Давайте её из пакета её освободим. Смотрите, вот, кстати, вот в Ашане, когда покупаешь её, стоит ценник, висит ценник. А потом, когда оплачиваешь, то ценник отдирает и вот дают такую вот наклеечку, где оплачено, и проходишь уже через кассы. И к тебе продавец не пристаёт. Ну что, давайте для начала плёночку снимем и внимательно на неё посмотрим. Сейчас она у меня стоит в отстойничке, на карантине, в отдельном помещении. Но плёнку всё равно мы с вами снимем, потому что надо смотреть внутри всё равно, что там. Хотя я и так вижу. Извиняюсь, что камера не фокусируется и дёргается. Ну, одной рукой держу камеру вам. Второй. Итак, плёночку убираем, чтобы она не отражалась, чтобы мы её сразу во дворе придадим огню, эту плёночку, потому что в ней всякая зараза. Ну вот, давайте посмотрим. Вот такая вот она. Сейчас я вам ещё объясню, почему я сказал, что она всеми обладает гадостями, сразу напастями. Ну вот, какая-то вот из этих вот на картинке изображённых. Но, судя по этим засохшим цветочкам, один у нас такой сухой сохранился. Как вы думаете, это какая камбрия? Ну, судя по расцветке, по нижнему листочку, по нижнему вот этому светлому листочку, это камбрия какая-то вот из, на картинке, которые здесь представлены, какая-то вот из нижних. А из нижних это камбрия бургиара. Нелли Айслер. Я вам уже показывал такую у меня есть. И давайте посмотрим, что у нас здесь в горшке. Сегодня мы, конечно, её пересаживать не будем. Мы дождёмся, дождёмся 8 ноября. 8 ноября у нас начнётся растущая луна. И вот, друзья, посмотрите, что вы тут видите? Вот. Правильно. Это мучнистый червец. Сейчас кто-то сейчас скажет, Георгий, ты идиот. Припёр домой орхидею с мучнистым червецом. Более того, я вам скажу, что вот, смотрите. Это вот самочка своим телом создала кокон. И как раз вот сейчас под ним есть яйца мучнистого червеца. Да. Ну, знаете, друзья, волков боятся в лес не ходить. А вот как раз пятна, те, о которых я рассказывал, когда мучнистый червец жрёт листики. Листики. И вот они покрываются такими пятнышками, из которых потом сочится сок. Орхидеи. Ну, вот характерная паутина. Это, возможно, от других животных. И вот, что ещё тут у неё есть. Вот какой-то козявка сидит. Ещё одна. Посмотрите, вот туда вот в пазуха, в пазухе листьев. Смотрите. Видите? Прям такой в камеры фокусируется. Огромный детский сад. Даже, я бы сказал, ясли мучнистого червеца. Прям огромные яйца отложены. Смотрите, прям туда, вовнутрь. Видите? Вылетел ещё комарик. Вот он летает вокруг из горшка. То есть, все наверняка здесь, все зверушки, насекомые присутствуют в этом горшке. Пятнышки есть. Ну, это, скорее всего, пятна от сырости чрезмерной. А потом засушили её. Ну, вот, судя по внутреннему состоянию, как она болтыхляется, корни там у неё наверняка оставляют желать лучшего. И она вот по... Что-то такое ощущение, что она сухая, друзья. Вот такая вот она красотка на самом деле. Видите, здесь росточек идёт. Да. Две бульбы у неё, к сожалению. Всегда, когда покупаю бульбовые, желательно, чтобы было три бульбы. Если две бульбы, то будет очень, скажем так, затруднительно нарастить. Потому что корневая система и сама устроена так орхидея бульбовой, что когда три-четыре, чем больше бульб, тем она активнее разрастается. Активнее разрастается. А когда одна или две бульбы... Одна практически на гибель обречена будет орхидея. Ну, две есть всегда шанс. Ну, хотя и с одной бывают чудеса. Ну, вот такая, друзья, камбриюшечка. Всего за 79 друзей... Эх, друзей, господи. Совсем уже от радости заговорился. За 79 рублей. Вот такая камбрия. И мы с вами, друзья, на ней уже что-нибудь из линейки Bonafarte испытаем. Да, и кстати, я почитал комментарий сегодня под видео, которое оставляете, оставили. И вы мне сказали, что в Bonafarte есть еще спрей от насекомых. Да, я действительно забыл про спрей. Я где-то его видел. И обязательно, если вот мне попадется сегодня-завтра в магазине, я куплю этот спрей от насекомых. И, возможно, мы его испытаем вот на этой вот камбриюшечке. Пока я ее поставлю опять на карантин, всех вот этих вот гадов, которые есть на ней, я чисто механически, механически... Вот, какая-то мошка вылетела и вокруг руки летает. Я ее... О, убил. Вот, друзья, хочу показать. Мошка из горшка вылетела. Я ее рукой поймал, убил. Вот, остатки от нее. Что за ножка? Непонятно. Ну, понятно, что вредитель какой-то. И вот, друзья, вот такая вот, скорее всего, Бургиара. Она очень такая нежно-ароматная. У нее такой сильный аромат нежный, цветочный. Хотя вот у разных Бургиар по-разному. Но я уже в видео про камбрию Бургиару рассказывал, что у каждой Бургиары свой индивидуальный аромат. Ну, хотя, может быть, это и не Бургиара. Просто такой цветок выцветал, и, может быть, он таким цветом стал. А здесь вполне возможно, может быть, еще какая-то камбрия из этих вот на картинках представлена. Это мы с вами... Сюрприз будет, когда она у нас расцветет. Да, я уверен, что это произойдет. Так что мы вместе с вами будем за ней ухаживать. И начнем с пересадки и обработки ее от вредителей. В общем, друзья, вот такая вот камбриюшечка. Я вам похвастался. Я очень рад. Даже не знаю, чему больше рад. Удобрением, который сегодня... Точнее, продукцией, которую сегодня вам показал, купил вчера в магазинах. Или вот этой вот красотке. Просто про нее я забыл рассказать в видео. Ну, и видео было бы длинное. А так вот получилось второе за сегодня. Я вас настроение вам подниму. Вот такая вот, друзья. Вот так, друзья. Всем, кому было интересно, полезно, ставьте лайки. Пишите вопросы, задавайте вопросы в комментариях под этим видео. И кто впервые, друзья, на нашем канале, подписывайтесь на канал. И вы будете узнавать все тонкости и нюансы простого и легкого ухода за орхидеями на ваших подоконниках. Которые будут радовать вас круглый год своим цветением. И, друзья, всем пока-пока. До встречи в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.